Всем привет, меня зовут Павел. Привет, с меня Анна. Ей не слышно? Анна. Ах, у вас много новеньких, что-то прям больно очень много, резко так и добавилось. Поэтому с представлений начнем. Канал называется «От дома до леса». Добро пожаловать от дома до леса, потому что мы как-то себе, когда только канал завели, купили дом и лес рядом с домом. Заниматься решили зверушками сельскохозяйственными. И вот постепенно, можете посмотреть по каналу видео, пришли к тому, что тесновато нам в деревне, слишком много людей, слишком мало земли. О, какая гадость. На минутку отвлечемся. Так, на фоне травы ни хрена не видно, непонятно. Но вот эти вот, все вот это вот дело, кроме вертикальных, это стальная проволока, прям в поле. Надо, блин, трактор тащить, выдергивать. Охренеть, подарочки какие. Прям вот огромный ком стальной проволоки, наверное, шестерка или восьмерка. Так что мы теперь фермеры. Сейчас чапаем по полям смотреть наших животных с от лица. Я обычно запускаю в воздух дрон. Из дрона, смотрю, считаю всех, все ли на месте. У нас огражденные пастбища. А то в комментариях нам писали, ой, вожжем, животные шляются. Ну и пастух. У нас нет пастуха. Они сами гуляют. Поэтому сейчас, вот, кстати говоря, сейчас выпал снег, как вы видите. И с воздуха с дрона нифига не видно. Все пестрое, все ребое. Особенно пятнистые животные. Просто с неба их не видно. Белые животные сливаются с белым. Темные животные сливаются там с деревьями, с кустами. И с воздуха летаешь, просто ничего не видишь. Поэтому идем пешком считать, смотреть. Сели на месте. Это у нас овечки. Овечки у нас помеси дорпера. То есть маточное поголовье изначальное, там, откуда я брал, было разных пород. Там был и кубанский линкольн, и романовский, и еще что-то намешано. В общем, разные матки были. Но баран был всегда дорпер. И вот это уже их детки. И детки уже второго поколения снова от дорпера, уже от другого. То есть здесь помеси дорпера 50% на и те, что постарше, и те, что помладше. Помеси дорпера 75% кровей. Ну и в этом году у нас баран тоже помесный 75%. Где-то здесь гуляет. Ну ничего. Зато, гляньте, стойкие какие. Мне кажется, они всю зиму нормально себя чувствовать будут. Гуляки. Ой, спотыкаюсь. Поле, конечно, кто-то, видимо, спахал. Еще в далекие времена. И так и забросил. Так, вижу спинку первой коровки. Он там за бугром выглядывает. Это у нас... Это не Мурка. Это Тесла. А как видите, у нас тут виды шикарные. Идет склон. Там внизу заливные луга. И вдали Волга. Корабли плавают. Ляпота. Так, ой, опять спотыкаюсь. Так, тут у нас гуляют бычки, молодые телки. Ну и взрослый бык, относительно взрослый, очень молодой, но уже полувозрелый. Тоже здесь пока гуляет со всеми этими гавриками. А взрослые коровы уже стоят на ферме, потому что, ну видите, уже скудно трава. Тем более сейчас снегом припорошило, поэтому эти гаврики тоже сегодня отправляются на ферму. Встречают. Они гуляют тут на пастбище. Чудилки. Ян молодой, жребца уже играет тут главный. Бежит первый, все разведывать. Кубой. Ха-ха-ха, кайфует. А-а-а, что вы дерганые такие? Пятится, пятится, пятится попой. Еще почешите. Это она такая грязная, да? Вот тут, да. Валялась в грязюке. Дурилка маленькая. А вот морда у нее, у нее такой цвет. Ну это понятно. Ноги тоже у нее такого цвета. Ходить кони. Тут уже почти ничего не осталось. Ой, маленькая хитрюга. Жопу подставляет, чтобы почесали. Приучили. Вот кто скажет, какое намасте. Дерево светлое, да? Ноги темные. Они уже, скорее всего, перелиняли. Но они у нее были всегда такие темные. Вон, потемнение на морде, да? Окантовки на ушах темные нет. А хвост черный. Грязнули. Грязно. Грязно. Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут ветерок, надеюсь сильно мешать не будет Что-то последний видеоролик, смотрю, понравился вам про лошадок Вас так много новеньких на канале Поэтому я решил, что нужно какое-то ознакомительное видео Но времени на это нет Вон тактор стоит заведенный, сема вожу Вместо того, чтобы продолжать работу Я решил, что хоть что-то вам надо снять Давайте опять лошадок И вон уже идут ко мне навстречу Это наши тяжеловозы Много вопросов по ним было Давайте сейчас как раз таки их вам покажу И расскажу, отвечу на вопросы Порода эта, это девочка Несмотря на то, что она здоровее жеребца И жеребец тоже не маленький Это порода Брабансон Они вот такие вот большие, мощные, сильные Они у нас оба схуднули немножко Я вижу, не надо мне тыкать носом в это И тут же вот нос прибежал Да нету вереска у меня овса Попозже вам пайка будет Вот видите, колючки Чер знает что Во-первых, типа пишут Отрежьте челку Голову себе отрежьте Не надо ничего резать нам Грива лошадям не мешает Она им помогает летом Так, ну-ка не наезжаем А не прыгаешь, что я вез Приношу И начинают конкурировать друг с другом А тут меня, блин, затоптать могут дурики В общем это Попай Давай, давай, давай Дай-ка, почешемся Пока рассказываю В общем, грива это важная штука для лошади Им она не мешает Это вам она мешает, блин Со стороны глядящим Уже не первая такая реакция Уже писали нам много По поводу гривы Вот Из гривы Конечно, мы ее вычесываем Ее, бывало, там Аня заплетала А потом косички эти, видите В поле собираем Потому что они летом Насекомые гнусы все же достают их Они чешутся от деревьев, от столбы И пообрывал он свою шикарную гриву Кто на канале-то недавно Брали мы этого жребца Именно из-за того, что он, во-первых, огромный такой А во-вторых, из-за его длинной гривы Она у него почти до земли была Вот он ее все почти чесал, посрывал Папайка Общительный такой молодой растет Постоянно гриву О, как он интересно, конечно Пописал на Какашки и кобылы Я такую реакцию еще не видел Под какого поведения В общем, чтобы гриву Чистотея, красотея, причесанную Постоянно поддерживать Нужно, чтобы животное жило В Стоиле И выходило гулять только На веревочке Под присмотром Ну, мне кажется Это не очень хорошо Такое огромное, величественное животное Держать В ограниченном пространстве К примеру, он же сам Бежеребец До нас Большую часть своей жизни Прожил В Комнатушечке маленькой Так называемой Стоило Там, по-моему Три на четыре метра У него оно было Ну, маленькое Для такого огромного Животного Ну, верес Ну, все, пообщаться тебе Ты же в кадр не влезаешь Как я вот буду про себя Рассказывать Тебя показывать Вот только лоб твой влезает Давай потом В общем, почти всю жизнь Прожил в такой Тесноте А у нас он имеет Во-первых 14 гектар площади Гуляй не хочу Летом пастись не хочу А еще и Большую часть года У него здесь целый Табун кобыл Так что Самая счастливая лошадь Как кто-то когда-то Нам в комментариях писал Грязная лошадь Счастливая лошадь Или наоборот Потому что Бегает где хочет Делает что хочет Валяется где хочет Да, вереск Но иногда Все же приводим их в порядок Хотя надолго Этого не хватает Вот видите Части грибы Просто вообще нет Он ее просто оборвал говнюк Ну, ничего Отрастет Про кобылу тоже Спрашивали много Так, про породы Начал говорить Кобыла у нас Брабансон Жеребец Советский тяжеловоз Советских тяжеловозов Выводили Используя в том числе И брабансонов Ну, отверт Тверец Пообщаться Пообщаться Да Еще говорили Что он Агрессивный Злой конь Смотрите Какой он злой Агрессивный Да Чего хочешь Делай с ним Ни хрена Он не агрессивный Так что То что советский Он А она Брабансон Ничего страшного Эти породы Друг с другом Так сказать Уже скрещивались Чтобы вывести Вот это дело Ну, а мы Возвращаемся К корням Надеемся Утяжелить Так сказать Его генетику Ну, породистой Мощной кобылой Вот у нас Первый же ребенок Папай Благодаря Видеороликам С которым Тоже много Вас на канале Добавилось Да Кстати говоря Много вопросов А не холодно ли Им здесь Как так На улице На улице Они у нас живут Всю Зиму Минус 20 Минус 30 Главное Хорошо их Накормить И откормить Вот сейчас Они худоваты Поэтому на усиленном Пайке Пока морозов нет Чтобы отъелись Потому что мало того Что она схуднула Так она же еще и кормящая Ей нужно Гораздо больше Хавать А этот говнюк До еды тоже Очень охочий И легко у нее Отбирает еду Поэтому он тоже На усиленном пайке Ну и ему и надо бы К зиме тоже Хорошо бы Что еще про них Спрашивали Спрашивали Где ее хвост Это что порода такая Да Это во-первых Порода такая Но хвост у нее Был от рождения Как видите Уже ребенка в порядке С ее с хвостом А хвост у нее Остался на родине Кобыла ввезена Из-за границы В страну К нам А там у них Традиционно Хвосты Этим тяжелым Лошадям Купируют У нас сейчас Принято Вспоминать Всякие дебильные Традиционные Ценности Вот вам пожалуйста Животное без хвоста Летом ей конечно Тяжело без него Почему это традиционно Потому что Раньше тракторов не было Использовались Вот как раз таки Тяжеловозы Большие тяжелые Животные Чтобы работать Что ты мне тут ушки жмешь Тебя за нос укусить Чтобы ты этого не делал А? Ты давай тут Я главный Использовались для работы Перетягивать Тяжелые грузы Телеги тяжелые Бревна по лесам Кроме У веревок и лент Трассов Тянется за собой И если это что-то Цепляется где-то За веревки Ну хвост именно Или за какие-нибудь Механизмы Которые она тянет Ну она или он Жеребец может быть Трочек и животное То у животного Конечно же Ему больно Случается паника Силы у этого животного Просто немерено Они способны Просто десятки тонн Таскать за собой Сами понимаете И вот в этих всех Стропах Животное За цепленным хвостом Может очень много Бедно делать Себя поломать Кого-нибудь поломать Ну-ка уши Что за поведение Не жми мне Когда лошади Зажимают уши Это недобрый знак Вот собственно Поэтому Чтобы не случалось Таких бед Вереск Ну-ка прекращай Мне тут Блин Кто главный Бед в глаз Чтобы исключить Такие несчастные случаи Просто-напросто Не парясь С животным Вот Отчекрыживали В детстве хвост Прям по звонкам Оставляя вот такую Гульку маленькую Ой, выйду-ка я Чтоб он не нервничал Они все ждут От меня жрачки И он видимо Еще и нервничает Что кобыл Этот рядом Вдруг я отберу Можно конечно же Этим животным Просто брать хвост И подвязывать В какую-нибудь Гульку Чтобы он не зацеплялся Но это все Ненадежно Он может развязаться И все такое И никто не хотел С этим париться Раньше Животных особо Никто не жалел Поэтому брали просто И отрезали хвосты И Собственно Это уже Так сказать Закостенелый вид породы Ну в глазах человека И до сих пор Продолжают Подрезать хвосты Несмотря на то Что эти животные Уже не работают Так как работали раньше Просто так вот Должен выглядеть Так барабанцон С обрезанным хвостом Вот их и обрезают Ну то же самое И с алабаями Где у меня там собаки Где-то Вон там за телегой Подрезаны хвосты Подрезаны уши Для того чтобы В боях Ну это же бойцовская собака Там против волков Использовалась И все такое Чтобы меньше было Места За что Вражеский зверь Может зацепиться Поэтому подрезали И сейчас уже Эти животные Почти не используются Нигде Для того чтобы Охранять от волков Или в боях Но все равно Продолжают подрезать Им хвосты И уши Потому что С большими ушами И длинным хвостом Алабай выглядит Как огромная дворняга Поэтому продолжается Вот такая вот практика Подрезать животным Все что Кажется человеку Лишним Заглядывайте По ссылке В описании В телеграм Там я почти каждый день Что-нибудь еще тоже Добавляю Все Это был коротенький ролик Всем пока-пока Надеюсь Что-нибудь сегодня Сегодня Когда-нибудь скоро Еще что-нибудь Для вас снять